Здравствуйте! В эфире 10-го канала. Вновь программа «В центре внимания». С вами Татьяна Бебинова. Что интересного и заметного произошло в уходящую неделю, мы расскажем вам сегодня. Итак, смотрите в этом выпуске «В центре внимания». Размер не имеет значения. Петр Тултаев в нашем эфире ответит на идеи членов Совета Федерации об укрупнении регионов. С кем они хотят объединить Мордовию и где была бы теоретически столица воображаемой республики. Директор Теледва на посылках Вячеслав Макеевичев возглавил региональный филиал Почты России. Сможет ли бывший руководитель компании с темным прошлым победить скандальный бэкграунд в новой должности? Обещаем не шутить по поводу скорости работы самого загадочного ведомства в стране. Эй, Варяг, бывший замруководителя Следственного комитета России Василий Пискарев будет баллотироваться в Госдуму. Но сначала ему надо победить на праймерис в Мордовии. Первое знакомство с кандидатом номер один через пять минут. Без политики. Единый госэкзамен изнутри. Региональный Минобраз решился на беспрецедентный шаг. Позвал писать ЕГЭ чиновников, родителей и Евгения Симкина. Это увлекательный был аттракцион. День Победы снова в эфире. В конце выпуска вспомним самые яркие моменты 9 мая в столице Мордовии. Начнем с темы укрупнения регионов. Этот вопрос еще в конце апреля подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, акцентируя внимание на экономической составляющей. Мол, слабые, нежизнеспособные по объективным причинам регионы нужно объединить с более сильными, да еще с похожей формой хозяйствования. Кого с кем соединять, Матвиенко не уточнила. Но в интернете со ссылкой на сенатора Брянской области Сергея Калашникова появилось несколько вариантов объединения регионов. Назовем только тот, что волнует непосредственно нас. А именно, в Привозском округе предлагалось соединить три национальные республики Чувашию, Мориэл и Мордовию в один субъект, не имеющий национальной окраски. Многие эксперты посчитали такое решение поспешным и спорным. Надо спросить народ. Другие заявили, что национальные республики укрупнять нельзя ни в коем случае. Кто-то просто проигнорировал эту информацию, сочтя преждевременной и недостойной внимания. На неделе, поздравляя Ассоциацию Макшанских женщин Юрхтава с 20-летием, председатель Всероссийской организации Афун Петр Култаев выразил свою точку зрения на этот вопрос. Помните, недавно из уст известного политика российского прозвучала, причем государственного масштаба политика, занимающая государственную должность, что давайте укрупним регионы, рассмотрим вопрос. Мариел соединяем вместе, Чувашею, Мордовию. Ну, остается где-нибудь будет в Нижнем Новгороде. Но, мне кажется, все-таки, прежде чем делать заявление, тем более, шаги нужно не семь раз, а тридцать семь, как минимум, измерить. Мы самостоятельно, мы самодостаточны, мы живем, никому не в тягость. Мы своим трудом зарабатываем себе на хлеб. Получить один регион без национальной окраски, как говорит сенатор Брянской области, значит перечеркнуть все, что делалось для сохранения традиций, культуры, языков малых народов, многонациональной России. Перечеркнуть самоидентичность исторической наследия народов. Может быть, это кому-то представляется неважным, неглавным, по сравнению с экономической выгодой, созданием регионов-гигантов. Думаю, дело не в размере, а в необходимости иначе решать вопросы улучшения качества жизни граждан большой и богатой страны России. Сказать свое веское слово в вопросе о возможном объединении регионов Петр Тултаев призвал макшанских женщин Юрхтава и другие национальные культурно-общественные объединения Мордовия. И что, вот этот шаг, предприняв, что лучше будет жить народ Мордовии, народ Чувашии, народ Мариелды, народ Нижегородской области, что с таким трудом завоеванные победы, образование, и в том числе национальное образование, мы не говорим о проблемах, они есть, но Мордовский государственный университет, когда он появился, и что он сделал для нашего региона, как в равной степени, такие же вузы и средние специальные заведения, которые находятся в других национальных регионах, в той же Чувашии и в Мариел. Мы можем себе представить, и что люди, столица будет находиться в Нижнем Новгороде, и они будут о нас также в одинаковой степени заботиться или душу рвать. Да, у нас много проблем, нам много претензий к властям, и городским, и Республиканским, и других регионах, но мне кажется, мы все-таки свои среди своих. И вот здесь нужно, прежде чем такие шаги предпринимать, это еще раз надо зимирить. Стремительное карьерное перемещение по горизонтали совершил Вячеслав Макеичев, теперь уже экс-директор мордовского филиала сотового оператора Теледва. Он внезапно возглавил местное отделение Почты России. Гусары молчать, шутки про почту уже бородой обросли. Лучше разберемся с темным прошлым и самого ведомства, и его нового начальника. Вячеслав Макеичев успел поработать в нескольких телекоммуникационных компаниях, и в Мегафоне, и в НСС. Был такой мобильный оператор. И в Теледва, появление которого в Мордовии сопровождали громкие скандалы. Абоненты жаловались на качество связи, на трудности с оформлением документов при подключении. Тарифы тоже вызывали вопросы. Компания, обещавшая стать честной, понемногу списывала деньги со счетов клиентов. В общем, независимо от того, кто теперь возглавит Теледва, внимательно читайте мелкий шрифт в договорах. Там может быть много неожиданного. Ну и почта. Легендарная почта России, которая в Мордовии последние лет 20 не везет с руководителями. Их всех судят. Анатолий Сардаев в свое время был признан виновным по трем эпизодам присвоения растраты денег собственного предприятия на сумму более 2 миллионов рублей. Это в целых начало века. Его преемники тоже отличились умом и особенно сообразительностью. Суд считает, соображали на двоих экс-начальник ведомства Иван Героев и его не в меру предприимчивый заместитель по коммерции Василий Азясев. На пару они за деньги предприятия закупали товары, которые к почте имеют такое же отношение, как к слоной Контарктиде, к примеру, соль и обувь. Цены в документах при этом указывали выше рыночных. Разница приятным грузом оседала в карманах. Сумма ущерба и в этот раз вышли миллионными, только уже в современных ценах. Иван Героев до сих пор все отрицает. Судебное разбирательство в его отношении продолжается. А вот Василий Азясев упирался недолго, стал сотрудничать со следствием и уже спокойно сидит в колонии общего режима, куда его отправили на два года. Нам остается наблюдать, какая судьба ждет Вячеслава Макейчева. Но если и третий начальник устроит проделки в стиле предшественников, то точно место проклято. Товарищ генерал-полковник юстиции Василий Пискарев. Он мало знаком мордовскому зрителю. Десятый канал его интервью показывал на минувшей неделе. Зачем мы о нем? Просто экс-первый заместитель председателя Следственного комитета России баллотироваться планирует в Госдуму именно от региона 13. Единороссый человек с добрейшей улыбкой Василий Пискарев в беседе с нашим обозревателем Диной Мустаевой сказал, что готов к работе с избирателями. И ему уже поступает обращение от жителей республики. Обращения ко мне поступают как к представителю правоохранительных органов. Здесь важно даже не то, что они поступают, а не будут поступать. Важно, чтобы эти обращения были рассмотрены, по ним были приняты решения, чтобы людям была оказана реальная помощь. В этом заключается суть обращения. И нужно дойти до самого последнего обращающегося, помочь ему, подсказать, поддержать. В этом, я считаю, задача и миссия моя, в частности, по этому вопросу. О его прошлом известно немного. Сухие данные. Родился в Курской области в многодетной семье. Отец-водитель автобуса, мама-педагог. Окончил школу, потом юрфак. Отслужил и начал долгий путь восхождения на пьедестал. Сколько ступеней он проделал перед тем, как стать первым замом следкома, точно неизвестно. Есть информация, что большую часть жизни проработал в органах прокуратуры. С 2005 года был начальником Северо-Западного отделения Российского фонда федерального имущества. А с 2011 по 2016 трудился в следкоме. Василий Пискарев, как и любой человек, при высокой должности мелькал в эфирах федеральных каналов и печатным изданием интервью давал. И в интернет-блогах. О нем писали. Справедливости ради. Не всегда хорошо. У нас в стране принята, в принципе, власть. И мощь их ругать. По разумению толпы, не образованы они. И людей за людей не считают. Поспорим с первым мнением. Генерал-полковник образован. Историю страны, по крайней мере, знает на отлично. Вот если взять историю нашей страны, вспомните ситуацию, когда великий князь Александр Немский сказал, кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Разбил Шебедов на Неве, разбил немцев на Чудском озере. Куликовское сражение, помните, да? Ситуация. Потом Бородинское сражение. Это роли Минина Пожарского в изгнании поляков из Москвы. Я уже не говорю про Бородинское сражение. И, конечно, победа Великой Отечественной войне. И все это от того, что правда была на стороне нашего народа. Поэтому сила за теми, за кем правда. И правда всегда победит. То же самое будет с теми, кто бодинствует, кто совершает теракты, кто совершает преступления. Такая же будет участие в отношении этих людей. Чтобы всем жителям страны, в том числе и в Мордовии, жилось хорошо, спокойно. Каким он покажет себя, став депутатом, пока говорить рано. Василию Пискареву предстоит пережить участие в праймерис. Пообщаться с жителями Мордовии. В конце концов, озвучить, с чем идет на выборы. Какова главная мысль его программы. В одном из интервью он сказал, что в Госдуме будет бороться за права сотрудников правоохранительных структур. А наш регион решил представлять, потому что спокойно и красиво. И говоря спокойно, он имел в виду не только тихую жизнь. Образцовые провинции. Он имел в виду благоприятный инвестиционный климат. Ведь правительство республики делает все для того, чтобы людям жилось хорошо. А главное, в Мордовии народ ценит своих предков и с уважением относится к истории. К сожалению, попытки исказить историю, исказить роль советского народа в победе над фашизмом, конечно, предпринимаются. Это очень печально. Я вот недавно прочитал в прессе информацию так называемых историков, которые считают, что не надо было Ленинград защищать, нужно было сдать врагам Ленинград. А Власов был не предателем Родины, а был героем, который провелся с большевиками. Вот такое искажение истории, такое чудовищное искажение истории, конечно, нельзя допускать. Но я знаю, что в Мордовии такого быть не может. Я знаю, что здесь народ любит и чтит свою историю очень так трепетно. Но, тем не менее, такие попытки, они, как видите, имеют место быть. Поэтому нужно быть бдительными всегда. И давать решительный отпор такого рода искажению надругательства над историей. Сможет ли генерал-полковник юстиции Василий Пискарев вписаться в пейзажи Мордовии и добиться доверия и расположения избирателей? Получится ли у него заручиться поддержкой правительства региона? Будет ли он стойко стоять на страже интересов наших с вами? Вопросов пока больше, чем ответов. Но всегда хочется верить в лучшее, доверяя кому-то принятие решений, которые после скажутся на простых людях. Наш редактор Евгений Симкин все праздники страдал от неизвестности. Дело в том, что еще в апреле он написал единый государственный экзамен по русскому языку. Это проект регионального министерства образования. Чтобы все знали, как проходит ЕГЭ. Пусть все желающие его напишут. Но не ради шутки и не для галочки. А ровно в тех же условиях, в каких экзамен сдают выпускники. То есть никаких сотовых телефонов и самые настоящие задания. В центре мониторинга и оценки качества образования собрались родители 11-классников, директора школ и журналисты. Писать можно было русский язык или математику. На выбор. Евгений Симкин в итоге допустил одну ошибку в тестировании. А вот сочинение оказалось неформатом. Результат 76 баллов. Как это было, покажем прямо сейчас. Весной 2002 года 11-й Б-класс 23-й гимназии города Саранска писал ЕГЭ. Это был мой класс. И мы были едва ли не самыми первыми во всей России, кто сдавал экзамен по-новому. Было страшно, было непонятно. Сумка, кстати, та самая, из прошлого. Я до сих пор благодарен нашей учительнице русского языка и литературы, Руженковой Татьяне Владимировне. Татьяна Владимировна, тогда вы вложили в нашу голову много знаний. Я набрал более 80 баллов. Сегодня я пишу ЕГЭ во второй раз. Сейчас посмотрим, что в этой голове осталось. Эта процедура ничем не отличается от той, через которую придется пройти школьникам уже через несколько недель. Здравствуйте. Что от меня требуется? Пожалуйста, приготовьте паспорт, приготовьте телефон мобильный. Давайте вы пройдите, посмотрите в списках участников, посмотрите место, аудиторию. Затем вам нужно будет заполнить инструкцию, ознакомиться и подписаться. Пожалуйста, так, телефон, секундочку, пожалуйста, жетунчик. Как в гардеробе, номер 40. Да, это самое счастливое число. Пожалуйста, проходите. Сейчас проверим, есть ли я в списках. Номер 17. Симкин Евгений. Здравствуйте. Вам скажите, что здесь от меня требуется? Ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией, чем можно пользоваться в аудитории, чем нельзя пользоваться. И, естественно, расписаться необходимо, чтобы ознакомлены с данной инструкцией. Это значит, что за все последствия я отвечаю уже сам. Инструкции, в общем-то, понятны. И для большинства тех, кто сталкивался с ЕГЭ или кому предстоит это сделать, знакомые нельзя проносить мобильные телефоны, какие-то записывающие устройства и устройства связи с тем, чтобы можно было списать. В общем-то, безопасность, безопасность информационная, как всегда, на высоте расписываемся за 8 пунктов. Это очень важно. Ну вот он, самый серьезный барьер на пути доступа не той информации на единый госэкзамен. Добрый день. Скажите, что здесь требуется от меня? Добрый день. Прошу сдать все, что лишнее, чтобы инструкции ознакомились. Возьмите с собой только паспорт, ручку. И если есть, можно иметь воду, либо сок, либо шоколадку. Деньги можно? Ничего лишнего не должно быть. Все это сдаем и проходим. Пожалуйста. Пожалуйста, на меня. В день ЕГЭ для всех желающих я волновался, как 14 лет назад в 11 классе. Еще и опоздал. Класс уже полон. В основном здесь находятся родители сегодняшних выпускников. Это очень смелый шаг со стороны Министерства образования, Центра контроля и оценки качества образования. Все мы со школы помним, что родительский комитет – это одна из самых тоталитарных и непримиримых общественных организаций. Суть эксперимента в том, чтобы все заинтересованные могли пройти ЕГЭ ровно в том же формате, в каком экзамен сдают школьники. Единственное в этот день исключение, на который мы с большим трудом уговорили организаторов – снимать будем от начала до конца. Когда ЕГЭ сдают выпускники, телеоператоров просто удалится через 5 минут после старта. В общем-то, до старта непосредственно экзамена осталось буквально пару минут. Аудитория чистая, светлая. Конечно, за всеми наблюдают камеры. Для нас это дело привычно, но для соседей, не знаю. Сейчас попробуем узнать, с каким настроением сюда пришли остальные участники этого показательного ЕГЭ. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет. Сколько думаете написать? На сколько баллов? На 99. Ну, удачи нам всем тогда. Спасибо. За эти разговорчики в классе меня едва не удалили с экзамена. Замечания за неуместную общительность получили многие. Неприятно, но справедливо. Во время ЕГЭ в боевом режиме выпускникам также можно общаться только с преподавателем и только по процедуре экзамена. Задания самые настоящие из открытого банка данных. Не могу сказать, что сложные или невыполнимые, но над некоторыми вопросами, конечно, пришлось подумать подольше. Часть школьной программы я все-таки забыл. Тратил время на то, чтобы вспомнить. Участники этого эксперимента заранее выбирали, что сдавать – русский язык или математику. Чтобы родители увидели изнутри всю процедуру. И им стало понятно, что если ребенок готовится, если нет никаких намерений, желаний, нарушений какие-то свершить, то, собственно говоря, все по силам, обстановка комфортная, то есть процедура вполне доброжелательная. И я думаю, что родители это сегодня увидели. Потому что когда мы проводили анкетирование уже на выходе, очень многие написали в своих анкетах, что спасибо за эту акцию. В Центр оценки качества образования приехала Галина Латванова. Она возглавляет региональную экзаменационную комиссию. Поэтому экзамен сдать даже в порядке эксперимента не может, чтобы не возник конфликт интересов. Пока я искал правильное ударение в предложенных словах, мой оператор Сергей Бебинов успел задать вице-премьеру несколько вопросов. Например, какой предмет выбрала бы она? Ну, наверное, математику бы выбрала. Потому что математика, попробовать базовый вариант математики и все возможности, которые ребенок может проявить. Но сегодня ЕГЭ по русскому языку пишет мой помощник. Посмотрим уровень русского языка помощника, который курирует образование. На экзамен отводится три часа. Это много. Спустя 60 минут я добираюсь до самого важного задания — сочинения. Написать надо по произведению, которое видишь впервые в жизни. Разобрать авторскую мысль, составляющую и проследить за его аргументацией. Забегая вперед, скажу, что мое сочинение оказалось не форматом. Дает о себе знать привычка писать информационные тексты. А в аналитике слишком часто не соглашаться с собеседником. С экзаменом по русскому языку справились все. По набранным баллам я оказался на почетном третьем месте по республике. Ну, тоже результат. С математикой дела обстояли хуже. По предварительным данным, там есть несколько людей, не набравших проходной балл. Главную задачу эксперимента выполнил. Родители, на себе испытавшие процедуру, волноваться будут меньше. А если вспомнить, с какой скоростью среди мам выпускников разлетается информация, наверное, в общественном создании могут произойти даже коренные изменения. ЕГЭ станут бояться меньше. У меня на все задания ушло чуть больше полутора часов. Жалко, нельзя подписать в Кенесинке нашу новость. Захотелось мне поучаствовать в этой акции, и не напрасно. Волнительно, конечно, немножко в начале было, но потом все это... У вас он выпускник или выпускница? Выпускник, мальчик. Что вы ему расскажете? Ну, я скажу, что нужно как меньше волноваться. Процедура такая... Ну, как бы... Ну, ничего страшного нет. Самое главное, нужно иметь знания. Обод, ободранец, ободрать, ободрить. Все-таки на тот вопрос, которым я сомневался во время экзамена, скорее всего, ответил правильно. Словарь, орфоэпический, меня поддерживает. К тому моменту, когда этот сюжет выйдет в эфир, мы все уже будем знать результаты этого пробного единого госэкзамена. Основные впечатления, волнительно, ну и лет 14 с плеч долой. Напомню, мой класс, 11-й Б, экзамен сдал в порядке эксперимента. Первым во всей России. Евгений Симкин, Сергей Бебинов. Программа в центре внимания. А сейчас вспомним День Победы, как его встретили в Саранске. Официальные данные. 9 мая в митинге, параде и шествии бессмертного полка участвовали десятки тысяч человек. То, что людей было действительно много, хорошо видно на кадрах, снятых беспилотником. В День Победы наши журналисты и операторы работали с утра и до вечера. Лучшие моменты смотрим вместе. Как-то летом на рассвете заглянул соседний сад. Там с буглянком молдаванка собирают виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось друг сказать. Станем над рекою, зоки лепее встречать. Раскудрявый клён зелёный лист-резной, Я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раскудрявый резной. А смуглянка-молдаванка Партизаны, но покинули родной Ждет тебя дорога, партизана, в лес густой Раскудрявый, клен зеленый, лист резной Здесь у клена мы расстанемся с тобой Клен зеленый, да клен кудрявый Да раскудрявый, резной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мне кажется порою, что солдат С кровавых не пришедшие полей Не в землю нашу полегли, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы замолкаем, Глядя в небеса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Услышь меня из глубины времен, Ты мой родной, мой легендарный прадед, И с высоты на мир спасенный глядя, Найди себя среди других имен. Я с гордостью встаю в бессмертный полк, Ведь память о тебе для сердца свята. И помнить подвиг каждого солдата, Для правнуков победы высший долг. Бессмертный полк, Бессмертный полк, Ты будешь жить в Виталии, Бессмертный полк, Победы наши пламя, Бессмертный полк, Бессмертный рядом с нами, Бессмертный полк, Бессмертный полк. Бессмертный полк. Бессмертный полк. Бессмертный полк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пусть встанет строй народ моей страны, Пусть помнят села, города, станицы, Своих героев правенные лица Великого достоинства полны. Чтоб слава их пережила века, Чтоб помнили об этом наши дети, Чтоб ставить цель от той святой победе, Вставай в ряды бессмертного полка. Бессмертный полк, ты будешь жить веками, Бессмертный полк, победы наши пламя, Бессмертный полк, бессмертный рядом с нами, Бессмертный полк, бессмертный полк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова